Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарьев, у нас 23 апреля. Украинские подразделения показали адскую бритву своих FPV-камикадзе. В последние сутки в сети появились видеозаписи сразу от нескольких отрядов ВСУ, которые продемонстрировали массированные атаки дронами по бронетехнике противника. А одним из самых прорывных стал проект атакующего дрона с полноценным искусственным интеллектом. Итак, в первую очередь следует обратить внимание на очередной успех сил специальных операций ВСУ. Их беспилотники накрыли большую группу противника на Донецком направлении, где, как известно, сейчас идут самые интенсивные бои. Авторы утверждают, что кадры показывают поражение танка Т-72, зенитно-пушечного комплекса Тунгуска и боевой бронированной машины, а также опорного пункта с пехотой. Обратите внимание на мощность детонации. Очевидно, что взрываются боеголовки с массой боевой части не менее килограмма. На самой записи видно, что дроны вооружены действительно мощными снарядами от РПГ. Это дает нам основание думать, что вся техника была выведена из строя. Аналогичный или даже чуть больше по мощности заряд своих FPV-камикадзе используют дронщики группы Shadow. Вы можете видеть результат применения такого их беспилотника вот на этой записи. Как видите, взрыв кажется более впечатляющим, нежели в некоторых других случаях. Несомненно, танк больше никуда не поедет. В отличие от экипажа этого и, кстати, многих других танков и бронемашин. Эти поедут в черных пакетах, прямиком на завод Автоваза, для дальнейшего размена по курсу «Кулек» в обмен на «Ладу». Самым же интересным вышел кейс от подразделения ВСУ, которая известна под фирменным названием «Wild Hornets» или «Дикие шершни». В одном из своих последних сообщений они показали работу своих дронов в руках бойцов 47-й бригады ВСУ, которая сейчас держит самый горячий участок фронта, к западу от Авдеевки. На видео, которое опубликовано в их телеграм-канале 23 апреля, показано поражение 10 единиц военной техники, большая часть которой бронированная. Есть и кадры работы по пехоте, но я их, естественно, не могу здесь показывать, потому что не хочу, чтобы это видео получило пометку плюс 18 и было бы ограничено к раздаче. На видео, которое обнародовано в телеграм-канале «Диких шершней» 22 апреля, вы увидите применение этих же дронов от «Шершней» под двум другим бронемашинам, но уже руками бойцов группы «Булава». Еще одно видео «Дикие шершни» разместили в своем телеграм-канале 21 апреля. Там они показали эффектный удар по вражескому танку. После попадания по нему FPV «Камикадзе» в танки произошли две мощные детонации, а все из-за того, что там находилось много боеприпасов, которыми был гружен этот танк, они-то и сдетонировали. Главная же новость от Wild Hornets – это то, что они тестируют и, по всей видимости, скоро запустят в массовое производство дроны с так называемым искусственным интеллектом, причем с полноценным. О том, что это такое, чуть далее. Из контекста неясно, какие именно дроны под брендом Wild Hornets, обычный или с искусственным интеллектом, применяются сейчас на передовой вот теми же бойцами 47-й бригады «Элли Булавы», но точно известно, что шершни уже успешно испытали свои дроны с искусственным интеллектом на полигоне. Разработчики утверждают, что их дроны-шершни – это уникальные машины с Artificial Intelligence, чего сейчас не делает почти никто или вообще никто из действующих на фронте дроноводов. Как именно работает этот аппарат с передовым программным обеспечением, можно увидеть на вот этой записи с испытательной площадкой, которая сейчас у вас перед глазами. Беспилотник Wild Hornets демонстрирует способность находить и поражать нужные объекты без участия оператора. Съемка ведется с самого дрона так, как если бы он атаковал мишень. На его мониторе люди, появляющиеся в зоне визуального охвата, оказываются в перекрестии и переводятся в режим отслеживаемых в какой-то момент, а их силуэты выделяются красным цветом. В конце видно, как дрон несется к одному из мужчин. Если бы этот мужчина был бы противником, а, соответственно, дроновод указал бы поражать этого противника, то, разумеется, он был бы поражен так же, как позже уже на поле боя будет, несомненно, поражен не один танк и не один пехотинец захватчиков. Преимущества очевидны. Дроноводу в этом случае больше не нужно заботиться об искусстве управления. Этим займется электронный мозг робота. Единственное, что потребуется от самого пилота, это направить такой беспилотник в соответствующую зону предполагаемого присутствия противника и при необходимости обозначить цель для ориентира. Ну, а остальную работу проделает сам летательный аппарат. В другом сообщении группа Wild Hornets излагает подробности. Цитирую. На видео у дрона имеются нейросеть и трекер целей. С помощью интеллектуальной системы он сам определяет цели на поле боя, будь то техника или пехота. Оператору необходимо лишь выбрать одну из идентифицированных целей и выбрать ее кнопкой на польте дистанционного управления. Нейросеть находится на микрокомпьютере украинского производства размером 30х30. То есть он компактно монтируется в дрон. Кроме того, дрон, который вы видите на тестах, собран из украинских комплектующих. То есть контроллер полета, регулятор двигателя, видеопередатчик, камера, микрокомпьютер и радиоприемник. Все это украинское. Говорится в сообщении. Как вы понимаете, когда речь идет о тысячах таких дронах, разумеется, это может перевернуть картину боя на передовой. Дело в том, что почти все промахи, которые происходят у дроноводов на поле боя, именно посредством FPV-камикадзе, разумеется, являются следствием именно человеческих ошибок. Ну а промахов надо заметить, на самом деле очень много, куда больше, чем успешных попаданий. До 90% всех используемых дронов летят мимо. Иными словами, если вам надо поразить конкретный БМП, то вы затрачиваете на него в среднем отнюдь не те пресловутые 500 долларов, а в разы, если не на порядке больше, с учетом цены промахнувшихся аппаратов. В деньгах, однако, этот вопрос измеряется в последнюю очередь. А в первую очередь, конечно, это потери ценных минут и секунд, от которых зачастую зависит, может ли противник взять посадку или квартал. С дронами, которые больше не будут зависеть от человеческого фактора, задачи по удержанию линии обороны и проведению успешных контратак будут решаться намного более эффективно. В то же время и здесь человеку найдется работа. Украинское издание «Милитарный», анализируя кадры с полигона, где испытывались шершни, заявило, что дрон действительно в автоматическом режиме отслеживает и сопровождает цели, но сам захват соответствующих целей происходит в ручном режиме, то есть команду в итоге дает человек. Иными словами, поражать ли цель и какую цель поражать, решает в конечном счете сам оператор дрона. Это как раз нормально. Последнее решение должно оставаться именно за хозяевами поля боя, то есть за людьми, а не за их роботизированной прислугой. В конце концов, полностью доверять машине опасно, ведь она может на любом этапе, в том числе на этапе взлета, на первых секундах полета, выбрать в качестве цели дружественное подразделение, что было бы неприемлемо. Кроме того, иногда, когда вы видите, а точнее дрон видит на поле боя множество разных целей, то, опять же, не всегда ясно самой машине, а какая из этих целей является приоритетной. Здесь все-таки пока человек впереди робота. Людям лучше. Понятно, какую опасность и от кого эта опасность исходит больше. Вот, скажем, солнцепелка в данный момент, или вот от того танка, или вот от того пехотинца, или вот от этой БМП. Тем не менее, все, что нужно будет сделать оператору на финальных этапах полета дрона, это показать беспилотнику, какой из выявленных им объектов нужно поразить. Ну а остальную машину выполнит сам робот. Наш консультант в области искусственного интеллекта и радиолокации Иван Создалев из Европы высоко оценил разработку компании Wild Hornets и сказал, что ее сотрудники очень близко подошли к уровню передовых военных разработок, особенно с учетом того, что это, на самом деле, очень маленькая компания. Я решил взять у Ивана интервью, чтобы подробнее узнать о том, а что все-таки это за машины такие делают Wild Hornets, и как эти машины могут изменить ход войны. Итак, друзья, с нами на связи Иван Создалев, доктор наук, который защитил диссертацию специально по теме искусственный интеллект. Иван, привет! Здравствуй! Ну что ж, как ты можешь прокомментировать вот те кадры, которые мы видели, и, кстати говоря, то, как сами создатели вот этого дрона рассказывают о нем. То есть, если говорить очень просто для людей, которые вообще, в принципе, никогда этим не занимались и просто наблюдают за вот этим дроном, то все выглядит так. То есть, оператор направляет соответствующий дрон вот в некую область, там он, соответственно, захватывает в цели, да, обнаруживает какие-то объекты, берет их в условные какие-то квадратики, силуэты выделяет там, условно говоря, красным цветом, и затем оператор может выбрать, на какой из этих вот объектов этому дрону нужно нестись. А он уже дальше сам преследует объект, если тот двигается, я так понимаю, да. Он может довольно активно его преследовать и сам в итоге наведется, таким образом, экономия людям ресурсы и, как бы сказать, избавляясь от человеческого фактора. Правильно ли я понимаю, или я здесь что-то упускаю? Принцип тот, но, опять же, понимаешь, ты говоришь интерпретацию на основе тех видео. У них может быть совершенно другие технические характеристики, совершенно другой принцип работы. Потому что, насколько я помню, они не заявляли, что именно с точки зрения пользователей, что именно так работает, или я ошибаюсь? Они говорят, что, ну, во всяком случае, это вот открытые данные, что оператору просто достаточно кнопку нажать вот на тот объект, куда нужно этому дрону лететь, и он полетит. Все. То есть оператор не должен управлять этим дроном? По видео точно видно доцеливание, то есть наведение дрона на конкретный объект. Это значит, они сделали определение объекта. Потом по видео видно, что объектов может быть несколько, то есть они сделали множественную селекцию целей. Это когда у тебя есть несколько целей, и дрон может отличать одно от другой, и ты можешь выбрать конкретную цель из нескольких. Как они это сделали? Опять же, либо они сделали на очень-очень старом алгоритме что-то вроде Виолы Джонса, хотя сомневаюсь, скорее всего, у них уже будет полноценный искусственный интеллект задействован. Это значит, что они используют довольно мощный компайнер-компьютер, и на нем крутят какую-либо нейронную сеть. Либо они сделали свой пайплайн, что-то наподобие конволюционной нейронной сети, еще с чем-то, либо они используют что-то, как раз предназначенное для слежения за целями, например, YOLO, какую-нибудь облегченную версию. YOLO – это алгоритм детекции и слежения за целями, который как раз и предназначен для того, что он определяет цель и может ее отслеживать. То есть они полноценно решили задачу, которая в радиолокации называется детекцией и слежения целей. Они не только детектируют цель, но они могут следить, а на основе слежения дрон может получать команды к полету в сторону цели. – То есть он не просто ее обнаруживает, а еще и вот если она начинает двигаться сама, то он за ней как бы направляется, да? – Именно так. По видео это было видно. Также, забегая вперед, там точно не будет картинка, которая была заранее записана или запомнена, потому что все современные алгоритмы действуют немного по другому принципу. Они не столько запоминают картинку, сколько они запоминают особенности самого объекта. Когда ты показываешь множество похожих объектов нейронной сети, она учится извлекать особенности с картинки, и потом для нее уже не сама картинка есть, а как у человека, например, в мозгу есть какие-то свойства цели. И по свойствам цели она говорит, о, а тут человек или вот это танк. И если они использовали искусственный интеллект, чего, как и официального заявления я не видел, что они именно его использовали, ну, скорее всего, да, то они уже могут определять несколько объектов по их особенностям каким-то. А что это нам дает? Например, человек может быть в разной одежде, человек может быть частично скрыт каким-нибудь кустом, или танк может быть частично замаскирован и так далее. Конечно, этот алгоритм не сработает с тем танком-сараем, который катался на видео, я помню, неделю назад, хотя, если они даже на таком обучат, то все может быть. Ну, вот ты сказал про нейронную сеть, и я видел как раз другое сообщение именно об этом броне. Там звучала такая формировка, так что нейронную сеть они точно используют. Если это действительно нейронная сеть, то тогда человек может действительно быть одет в разную одежду. Он вообще может по-разному выглядеть, но благодаря тому, что, в принципе, на основе нейронной сети компьютер уже обучен понимать, где человек, а где не человек, значит, получается, ну, на то он и искусственный интеллект, а не просто, условно говоря, калькулятор. Он как бы сам, вот как, если бы это был человек, может уже определять, что перед нами человек, или перед нами танк, или перед нами вертолет, например, именно благодаря тому, что он уже ранее научился их распознавать. Так что, то есть, это более высокий уровень, на самом деле, чем вот это вот сопоставление с картинками, как это, например, работает у тех же крылатых ракет «Тамагавк». Ну, я не знаю, может, сейчас, конечно, у них более совершенные уже алгоритмы, но вот, насколько я понял, первоначально вот система была именно такая, то есть, просто, да, загруженные в память картинки и сопоставление с картинками. То есть, если какое-то отклонение начинается, то система бы уже сдала бы сбой, я так понимаю. Именно так. Я экспериментировал со старыми алгоритмами. Может, я что-то плохо прописал, но, по крайней мере, изменение размера от референтного в 5%, и алгоритм больше не работает. Он перестает разознать цель. Именно это в плане опорной картинки. У тебя есть картинка, есть оригинал. Поменял картинку только на 5%, сделал меньше или больше, алгоритм перестает нормально работать. Конечно, есть способы, чтобы это преодолеть, но когда у тебя есть нейронная сеть, тебе не надо всем этим заниматься. Ну что ж, нейронная сеть, на основе которой, я так понимаю, сейчас и работают, в принципе, все виды искусственного интеллекта, которые, кстати говоря, у нас есть уже, ну, буквально, да, вот нескольких компаний, как минимум, вот. Это вот, по большому счету, ну, сейчас мейнстрим, да, это сейчас то, на основе чего работает вот практически любой, как я понимаю, и вот любое ядро в любом вот этом вот приложении, на любом сайте, который нам предлагает различные виды работ с, скажем, как искусственный интеллект. То есть, ну, вот, например, я захожу на сайт, и я могу там, например, попросить его создать какие-то картинки на основе моих запросов или даже целое видео. Вот это же все тоже нейронные сети, на самом деле. Класс тот же, но там совершенно другая архитектура. То, что ты говоришь, называется генеративные нейронные сети. Или они работают на той же математике, если так грубо выражаясь, но они используют совершенно другую архитектуру. И они предназначены именно для генерации изображений на основе множества изображений, которые они запомнили до этого. Если мы уже углубляемся в такие нюансы, то если нам нужно детектировать человека или танк, то мы уже скорее тогда будем использовать нейронную сеть, которая извлекает особенности объекта, чем полностью его запоминает. Потому что именно для, например, охоты на вражеский танк нам не нужно, чтобы нейронная сеть вслепую запомнила. Это как раз считается очень плохо. Это считается переобучением. Но это уже если углубляюсь в такие технические нюансы. Опять же, понимаешь, под каждую задачу свой тип нейронных сетей. И поэтому если то, что мы называем искусственный интеллект, это реально огромный зоопарк самых различных средств, которые используют одну и ту же математику. То есть математическая модель искусственного нейрона. А есть какие-то аналоги, так скажем, общедоступные? Или речь идёт именно о каких-то, скажем так, коммерческих или военных секретах в данном случае? Общедоступные аналоги давно существуют в открытой печати в научных статьях. Но они совершенно не предназначены для адаптации под дроны. И та компания, которая продемонстрировала работу, успешную работу такого дрона, она сделала просто титаническую работу для адаптации очень тяжёлого механизма, который потребляет очень много вычислительных ресурсов. Она ещё и сделала всё управление дроном. А сделать правильное управление дроном – это задача, по-моему, гораздо более сложная, нежели простой запуск искусственного интеллекта. Поясни, пожалуйста, что значит управление дроном? В чём, собственно, оно заключается? Почему эта задача самая сложная? Потому что я так понимаю, ну что значит управление? Ну то есть или оператор управляет дроном, или его электронный мозг управляет им? Скорее на самом компейнент-компьютере крутится искусственный интеллект, также крутится об этом управление дроном. И, возможно, они даже использовали что-то вроде внешнего трекинга. Не знаю, как они сделали сам искусственный интеллект, но, например, можно сделать отдельно только детекцию объекта, отдельно слежение за объектом. Можно это сделать всё в самой нейронной сети. Например, есть YOLO-модель, которая тебе даст и детекцию, то есть она определит, где человек, плюс она будет за ним следить, даже если он на какое-то время исчезнет, она обеспечит тебе трекинг. Но дрон от этого не полетит. Самое сложное это сделать, чтобы бортовой компьютер дрона, полётный контроллер, смог удержать дрон на нужном курсе, смог удержать дрон на нужной скорости, на нужной высоте. Так вот, совмещение искусственного интеллекта с управлением дрона, по-моему, это самая сложная задача. И поэтому, даже если в открытых источниках и были какие-то модели нейронных сетей, то их адаптация – это и была самая сложная задача именно в том, что продемонстрировали эти ребята на видео. Иными словами, вот скажу, как понял. То есть вся сложность в том, чтобы соединить два таких вот очень сложных момента. То есть, во-первых, детекция. И второе, чтобы за детектированным объектом дрон умел правильно лететь, то есть правильно выстраивать маршрут, с нужной скоростью летел, под нужным углом заходил. Если, например, надо, он где-то должен был бы огибать препятствия. Ну, то есть, опять же, выстраивая этот маршрут свой. Короче, чтобы он мог двигаться за объектом и, так сказать, поражать его, что физически выглядит как столкновение с этим объектом. То есть, чтобы он его мог настигать сам, без участия человека, который обычно-то… Вот в FPV это что? Это вот человек сидит в шлеме, у него виртуальная реальность, вот он берет и как бы сам вот этим дроном управляет, он его наводит. Там человеческий фактор, он может промахнуться. Кстати говоря, насколько я понимаю, до 90% промахов случается. Вот условно говоря, надо поразить один танк. Так вот, чтобы его поразить, нужно потерять всего 10 дронов. Не один дрон, который атакует и взрывается, а 10 дронов, потому что 9 промахнутся. Это люди, они не могут управлять настолько эффективно. Компьютер, я так понимаю, в этом имеет преимущество. Если правильный программный код написан, конечно. Конечно, при правильном алгоритме управления дроном. Если у тебя алгоритм плохой, и он не поспевает за быстро двигающимся дроном, то есть картинка слишком быстро меняется, получишь управление в принципе. А сделать так, чтобы дрон быстро летел, быстро маневрировал, еще в передачу успевал всегда удерживать цель, это очень сложная задача. Потому что малейший маневр в сторону, и ты потеряешь цель. И потом попробуй ее найти снова, а потом попробуй еще определить, что именно та цель, а не другая, которую оператор указал. Ну, думаю, что на самом деле все коммерческие тайны останутся тайнами. И это хорошо в данном случае. Остается только надеяться, что вот эта система будет проходить модернизацию. Потому что, как я понял, пока что еще они не вышли на именно конвейерный уровень, потому что они его доводят до совершенства. Ну, видимо, как раз преодолевая вот те проблемы, о которых ты сказал. Потому что, в принципе, никто такого, наверное, из вот таких вот низовых коммерческих компаний, которые одновременно в данном случае являются военизированными, по сути, ну, поскольку они на военную машину работают, да, не делал. Может быть, конечно, понятно, в Пентагоне этим занимаются, и наверняка каких-то успехов достигли. Может быть, где-то в Китае. Ну, то есть, какие-то большие государственные военные или околовоенные концерны этим занимаются. Но, опять же, мы что-то не видели как-то особо каких-то результатов. Единственное, вот что мы видели, опять же, в очень-очень-очень так вот в урезанном виде, это вот этот бой, ты, наверное, слышал про него, да, бой между самолетом, который находится под управлением человека, против самолета, который находится под управлением компьютера. Взят, кажется, F-15, если я не ошибаюсь, да, по-моему. Ну, какой-то из таких, из базовых американских боевых самолетов, и его переделали под беспилотный, им управляет компьютер, был проведен бой, и даже есть определенные результаты, и результаты хорошие. Вот это очень интересно, кстати. Но это, конечно, опять же, да, это все, во-первых, ну, масштаб ресурсов просто невероятный, да, то есть, этим может заниматься только государство. Это, конечно, там, наверное, на порядке более сложные задания, задачи, которые нужно решать. Вот. Но, тем не менее, вот за этим будущее. Война беспилотных машин. Да. Понимаешь, когда этим занималась огромная корпорация, к примеру, Lockheed Martin или Boeing или еще кто-нибудь, когда у них есть ресурс за один год потратить десятки тысяч человеко-часов на такую задачу, для них эта задача, кажется, совершенно тривиальная. Сделать управление, например, ракетой автономной, или сделать управление беспилотником. Но, когда этим занимается компания, в которой я не думаю, что больше, чем 10 человек, это уже довольно большой успех. И то, что они достигли, им очень мало не хватает для военного использования. Ну что ж, еще раз тебе спасибо большое и будем на связи. Это был Иван Суздалев, специалист по радиолокации и искусственному интеллекту. Спасибо тебе. Всего хорошего. Ну что ж, еще раз спасибо Ивану Суздалеву и вам, друзья, за то, что остаетесь в Ньюс Эдер. Я напоминаю, что вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде кнопки с сердечком под каждым нашим видео. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что в значительной степени именно благодаря вашей помощи мы продолжаем работу. Поэтому низкий поклон каждому, кто оказывает нам помощь, друзья. Она бесценна. И, конечно же, спасибо вообще всем тем, кто смотрит наш канал. Мы работаем для вас. Мира, здоровья вам и до скорого.